На этом видео я вам расскажу о том, как транспонировать матрицу. Но для начала разберемся о том, что такое транспонированная матрица. Транспонированная матрица это такая матрица, в которой каждая строка стала столбцом. То есть мы ее как бы перевернули. То есть берем первую строку и говорим, что эта первая строка будет являться столбцом. То есть первый элемент строки это первый элемент столбца, второй элемент строки это второй элемент столбца и третий элемент строки это третий элемент столбца. Аналогичным образом переворачивается и вторая строка на второй столбец. Для второго столбца и для третьего столбца. Ну и соответственно идет переворачивание третьей строки. То есть каждую строку мы перевертаем в столбец. Вторую строку А2-1, А2-2, А2-3 мы переворачиваем в столбец А2-1, А2-2, А2-3. Ну и наконец в следующую строку А3-1, А3-2, А3-3 образовался столбец А3-1, А3-2, А3-3. То есть образовалась матрица А1-1, А2-1, А3-1, А1-2, А2-2, А3-3 и А1-3, А2-3, А2-3, А3-3. То есть мы просто сказали, что строка будет столбцом. Теперь запишем эту программу, чтобы программа сама транспонировала матрицу. Создадим матрицу, двумерный массив. Т-матрица будет транспонированная матрица. Т-матрица будет транспонироваться. 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 Продолжение следует... 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 То есть они поменялись местами количество строки столбцов в результирующей матрице. То есть это получается результирующая матрица это будет m на n. Немного изменилось. Ну если n и m равны одинаково, то следовательно они и так будут 3 на 3. Далее, когда мы будем переворачивать матрица. И тогда, так как result здесь result. Здесь мы укажем result. Здесь изменен it и j. А здесь j.j. так как он меняется. Сейчас, если все правильно, то оно должно сейчас менять. Допустим, поставим 4,6. Или допустим 2,4. Первая строка 5,3,4,22,18. Смотрим на первый столбец. 5,3,4,22,18. Следующая строка 70,9,8,6,55. 70,9,8,6,55. Все правильно транспонировало. Количество столбцов транспонированной матрицы равняется количеству строк транспонированной. Исходная матрица. Но соответственно строки столбцы не изменились. Ну допустим, поставим 1,8. То есть у нас строка. Матрица строка образовалась. Матрица столбец. Ну если мы поставим квадратную матрицу 4,4. То здесь по-любому будет квадратная матрица. Сидей 37,88,8,19. Точно так же и строка. То есть вот таким образом происходит транспонирование прямоугольных матриц. В принципе можно и квадратных матриц. Но если вы знаете, что вы будете с прямоугольными работать, то здесь уже нужно обращать внимание на индексы, и от чего ходят циклы.